В Одинцовском управлении образования прошел один из этапов конкурса «Учитель года-2019», на котором педагоги показали мастер-класс, каждый по своему профилю. В этом году в борьбу вступили 23 участника, самые лучшие и достойные. В финал в результате конкурсного отбора попали 6 человек. Вы знаете, они как дети. Они настолько милые и родные уже, когда их видишь. Выделить кого-то одного невозможно. Они все настолько разные. И каждому из них, в принципе, должна быть определенная номинация своя. Кажется, потрясающе выглядит. Всем желаю удачи. Победит сильнейший и достойнейший. Правила конкурса одинаковы для всех педагогов, которые принимают участие в муниципальных этапах «Учителя года-2019». Организаторы отмечают, что команда финалистов подобралась очень сильная. Они надеются, что на региональном уровне наш представитель станет лучшим из лучших. Выступить просто – это одно. Но вот эти навыки, умение применять на практике в повседневной жизни – это другое. И вот поэтому не зря и неспроста члены жюри задают вопрос, а какие результаты вашей работы вы можете нам предъявить. И есть конкурсанты наши, которые дали победителей муниципального этапа по своему предмету Всероссийской Олимпиады школьников. Поэтому люди достойны. Они не просто подготовили какой-то показательный номер, они показывают результат своей работы. Павел Реутов, учитель истории и общества знаний 11-й гимназии, отмечает, что самое главное в работе с педагога – это дети. Те знания, которые они получают, и то, как они их применяют в жизни. Своим выступлением конкурсант остался доволен, хотя признается, что такое бывает крайне редко. Конкурировать сложно, но в этом, собственно, и цели испытания – выбрать лучших из лучших. Лучшие, будем так говорить, уже прошли. И, ну, конечно, сложно, но это некий вызов, который для всем нам, наверное, нужен, который позволит повысить нашу компетенцию. Поэтому, в общем-то, это только, наверное, плюс. На этом финальный этап конкурса не заканчивается. 26 декабря состоятся открытые дискуссии. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».